Картофель И разрешите представить наших замечательных спикеров Анна Храброва, коммерческий менеджер компании HZPC Sadocos, Россия Сергей Кумов, технический эксперт компании Syngenta, Волгоград И Сергей Марченко, директор по развитию компании WeFry Ну что, я хотел бы обратить ваше внимание, что у нас работает чат-трансляция Для тех, кто заранее зарегистрировался на платформе Expodat Извините, в YouTube, в ВКонтакте, в Telegram чата нет И самое главное, что мы очень будем рады видеть ваши вопросы в чате На которые мы, отобрав пять лучших, ответим в конце нашего вебинара Кроме этого, еще авторы этих лучших вопросов получат от нас специальный стимулирующий приз Карту Озон Ну что, а теперь к теме нашего вебинара Ну сейчас же ни для кого не секрет, что Россия вышла на очень высокий уровень Обеспеченности в картофеле На данный момент мы закрываем минимум 90% своей потребности Особенно этот год, который оказался очень урожайным Показал, что производители картофеля в России легко производят 8 и более миллионов тонн Именно в этих условиях ключевым драйвером развития отрасли является переработка Почему? Потому что переработка это твердые контракты Переработка это твердые цены И переработка это то направление, которое позволяет уменьшить нагрузку на рынок Обеспечить производителей картофеля рентабельным бизнесом И самое главное, переработка это дополнительный продукт с дополнительной стоимостью Которая может потребляться как в России, так и импортироваться за рубеж У нас есть примеры стран, в которых переработка достигает 40-50-60% В нашем же случае за последние годы Россия сделала большой рывок И сейчас в России порядка 20% всего картофеля перерабатывается Это разные виды переработки На первом месте это чипсы На втором месте это крахмал, хлопья картофельные И одно из новых видов переработки это картофель френч фрайс Тот картофель, который мы можем видеть в сетях быстрого питания Или в ресторанах, которые уже заморожены и готов к употреблению И сейчас я хотел бы слово предоставить пионеру этой отрасли Это Сергей Марченко, директор по развитию компании Вифрай И задать ему следующее несколько вопросов Сергей, во-первых, поделись, пожалуйста, историей создания предприятия Когда возникло? И какую основную вы идею вкладывали Когда закладывали вот эту площадку, первый камень В основании вашего завода в Липецкой экономической зоне? Здравствуйте, уважаемые Зима, крестьянин торжествует Время посидеть в теплых кабинетах, подумать, пообщаться и так далее Да, действительно, Вифрай расположен в особой экономической зоне Липецка В этом апреле мы отметили 5 лет нашей компании Сейчас мы перерабатываем ежегодно 320 тысяч тонн картофеля Из которого получаем примерно 160 тысяч тонн готовой продукции Завод работает 7 дней, 24 часа в день 11,5 месяцев в году Работаем с лучшими фермерами всей Руси, которые расположены Где-то в радиусе 500 километров от нас Идея пришла, естественно, сама собой И по просьбе наших уважаемых клиентов ресторанов быстрого питания Которые обратились к нам, что намучились на импортном фри Который до этого в основном приходил из Польши в Россию Да, из других европейских стран Ну и мы как бы приняли этот вызов Было очень сложно В первую очередь мы столкнулись с тем, что в России Не было на тот момент вообще культуры картофеля для переработки на фри Не было семян, не было, соответственно, инфраструктуру для этого и так далее Поэтому фактически, действительно, мы 10 лет назад, когда я пришел в компанию Мы начали с того, что изначально готовили семенной кластер То есть готовили семена для этого завода А кто знает цикл производства семян от пробирки до элиты Это 5 лет практически Поэтому этим мы и занимались И сейчас гордимся нашими результатами Сергей, если так кратко, почему производить картофель French fries выгодно? Какие плюсы есть у производителя? Ну, для фермера это, прежде всего, стабильность То есть, имея на руках договор на поставку Он понимает, в каком периоде, по какой цене он реализует свой картофель Немаловажным является то, что переработчик Я за себя буду говорить, да Мы забираем картофель у фермера нашим транспортом Это навалом, никаких сеток, палеток, кар и так далее То есть фермер грузит 20 минут в рефрижератор наш Также мы его быстро у себя выгружаем Плюс, соответственно, мы даем под урожай высококачественный семенной материал По самым, наверное, низким ценам Плюс, соответственно, у нас очень понятная фермеру Бонусная линейка за качество картофеля Что позволяет хорошему фермеру за качественный картофель получить до плюс 20% в цене Все это в кучу дает, так сказать, надежность фермеру И он уже понимает, как и для чего он выращивает Многие идут в банки, берут хорошие кредиты С ключевыми фермерами мы делаем многолетние договоры, по которым он видит свой рост И есть у нас примеры, когда фермер начинал выращивать нам 200 гектар А за 5 лет поднялся до 2000 гектар для нас То есть это как бы история успеха И благодаря всему этому у нас сейчас очередь из желающих выращивать картофель для нас То есть это такая, в первую очередь, для производителя Это стабильность, позволяющая строить долгосрочные планы И спокойно смотреть в будущее Абсолютно, наверное А вот все-таки тот фермер, ты привел сейчас пример такого Историю успеха фермера, который вырос с 200 до 2000 гектаров А для вас какой вообще идеальный партнер? Что это за предприятие? Можешь его писать по двум-трём ключевым параметрам? Ну, крупными мазками, это естественно фермер, который соблюдает, прежде всего, севооборот Соблюдает грамотно агротехнику по выращиванию картофеля Очень важным для нас является наличие полива Потому что полив это не только 25-30% прибавка к урожаю, но и гарантия качества картофеля То есть он ровный, не треснутый, не кривой и так далее И немаловажным, так как завод у нас работает 11,5 месяца в году Нам нужен фермер, у которого есть картофель и хранилище И 10 месяцев в году мы забираем у нашего фермера картофель из картофель и хранилищ Ну и последний фактор, естественно, так как логистика наша И качество картофеля нам важно Мы стараемся, чтобы этот фермер был в радиусе 500 километров от завода Естественно, мы работаем и с южными фермерами на старте сезона И за 1000 километров возим, и из Таврополя, и за Астрахани Но основной наш кластер, конечно, в радиусе где-то 300 километров от завода Вообще, ну, наверное, я уже этот вопрос просто схватываю из уст наших зрителей Я хотел спросить, есть ли планы по увеличению мощности переработки вашего завода То есть можем мы надеяться, что количество картофеля на переработку еще вырастет В ближайшее время Да, безусловно, такие планы есть Мы, многие знают, активно реализуем вторую фазу строительства нашего завода Очень тяжело сейчас в условиях санкциях, конечно, завозить оборудование Буквально за каждый узел новой линии бьемся, как за каждое здание при захвате Берлина в свое время Но, тем не менее, мы надеемся, что в следующей осенью мы сможем запустить таки вторую линию И это даст нам мощность завода в 650 тысяч тонн картофеля ежегодно Поэтому надеемся, что ничто нам не повредит, не помешает это реализовать в следующем году То есть даже больше практически в два раза, чем сейчас Да, больше в два раза, потому что новая линия будет в полтора раза мощнее текущей линии Поэтому это позволит нам закрыть не только всю потребность России и СНГ в картофеле фри Но и в том числе начать экспортировать картофель в страны Ближнего Востока и Азии То есть таким образом получается у нас картофельная переработка потенциально в ближайшее время Может вырасти до 10 примерно процентов общего производства картофеля в России То есть это очень-очень серьезный объем Сергей, спасибо Одним из ключевых параметров, влияющих на эффективность производства картофеля Являются, конечно, семена Как сам потенциал сорта, так и его свойства, его качества уже как семян И, как я уже упомянул, одним из несомненных лидеров в этой области, конечно, является ZPC Sadocos Поэтому сейчас хотелось бы и вопрос адресовать Анне Какие сорта вашей компании для производства картофеля фри сейчас используются в России? Можете о них рассказать и об их ключевых характеристиках? Здравствуйте, уважаемые картофелеводы Сегодня я готов вам презентовать три сорта, которые уже есть в переработке на картофель фри Самый большой из них это инноватор Сергей Сергеевич подтвердит, что на сегодняшний день инноватор составляет более 70% в производстве картофеля фри Кроме этого, у нас в пакете есть два сорта Это Ivory Russet и Alverson Russet Не могу не рассказать и про новые сорта, которые сейчас находятся в регистрации Это сорт Cardima и сорт Quintera И когда мы говорим о сортах на картофель фри Нужно упомянуть, что это особая комбинация сухого вещества, редуцирующих сахаров и определенная форма клубня Только имея эти параметры, картофель может претендовать на переработку на картофель фри А если вы хотите увидеть технические характеристики этих сортов То вы можете навести свои видеокамеры на QR-коды и прочитать все технические характеристики и параметры, которыми обладает сорт Если же у вас появляются дополнительные вопросы, вы смело можете звонить мне Номер телефона будет в конце Анна, подскажи, я правильно понимаю по форме? Судя по фотографиям, форма должна быть какой? Чем клубень будет длиннее, тем лучше Потому что именно за длинную соломку компания WeFry платит самые хорошие деньги В этом уникальность сортов на картофель фри Это форма Так и хочется спросить у Сергея, почему? Наверное, соответственно, этот самый длинный картофель, он и продается лучше всего, да? Ну, тут как уже был вопрос Золотой стандарт, это как раз К требованию к картофелю на фри Чтобы диаметр его был 50 мм И, соответственно, длина не ниже 10 мм Потому что соломку наш клиент в ресторане хочет видеть длинную Без дефектов Золотистую, да? Чтобы картофель был вкусный, хрустящий А для хруста ему нужно сухое вещество Чтобы было не ниже 19,5% То есть за это мы бьемся Спасибо, Сергей Анна, ну вот Картофель фри Понятно, что у вас с картофелем для производства чипсов? Здесь у нас тоже хороший пакет Для того, чтобы расширить этот пакет Компания HZPC выкупила компанию STED И теперь компания STED вместе с сортом VR808 является частью HZPC Сорт VR808 на сегодняшний день занимает 45% В переработке на чипсы в Российской Федерации На подходе два новых сорта, которые сейчас находятся на регистрации Это SHC909 И сорт компании GPC NORMAN На NORMAN мы возлагаем самые большие надежды Потому что это сорт ранней группы С очень длительным периодом хранения И с оптимальной комбинацией тех самых сахаров Того самого цвета чипса золотистого С высокой оценкой И при этом он менее требователен в агротехнике По сравнению с сортом VR808 Анна, такой вопрос Если я производитель Хочу заказать новый сорт Вот он мне нравится Как вообще это можно сделать? Существует определенная модель взаимодействия Между селекционером и переработчиком Это касается всех направлений И фри, и чипсов То есть селекционер поставляет переработчику Оригинальные семена И далее распространение сорта происходит через переработчика Но вместе с тем у нас есть сорта Многоцелевого назначения Которые есть в производстве Компании GPC SADOCAS И вот семена этих многоцелевых сортов Это Челленджер и Сагитта Мы готовы предложить То есть если говорить про сорта Многоцелевого назначения Челленджер, например, идет на производство долек Когда мы говорим про картофель по-деревенски Он есть у нас в открытой продаже И мы готовы его предлагать Сагитта на сегодняшний день Один из самых унифицированных сортов Он подходит и на производство дольки И на производство соломки Но, конечно, не в том золотом стандарте Как инноватор Но вместе с тем Сагитта идет на переработку На картофель фри И вот характеристики этих сортов Вы можете прочитать через QR-коды Спасибо, Анна Сергей, можно тебе вопрос Скажи вообще, какое процентное соотношение Картофеля фри разных видов И зачем вы видите будущее Вот если видите о российском рынке Об экспорте То есть есть картофель, который по-деревенски Есть стандартный френч фрайс Вот если это не является большим таким коммерческим секретом Можете поделиться с нами Ну, картофель по-деревенски Где-то составляет 10% от продаж Остальное, конечно, картошка фри И она у нас под два направления Первое это рестораны Киевсиар, так называемая Большая тройка Вкусная точка Киевси, Бургер Кинг Соответственно, у них свои требования К картофелю фри уникальные Соответственно, это нарезка Толщина нарезки Это 6х6 для одних Или 9х9 для других В прозрачной панировке из рисовой муки Для одних Или без панировки для других И остальная часть Где-то 45% Это идет у нас на так называемый Фуд-сервис Это все остальные рестораны В России и СНГ Соответственно, у них там Тоже бывают разные требования Но в целом мы делаем два продукта Разные нарезки Картошка фри И по-деревенски Спасибо, Сергей Ну что, коллеги Мы сейчас обсудили Зачем выращивать картофель фри Какие требования по нему есть Какие сорта для этого Возможно использовать Наверное Одно из ключевых Базовых Начала Любого картофеля На переработку Является сама технология Выращивания картофеля Которая включает в себя Как защиту Так и Элементы листового питания И у нас сейчас В студии присутствует Тот человек Который Весь сезон Летний провел В поле Вместе с С агрономами В одном из крупнейших Хозяйств России И вот сейчас Хотелось бы попросить Сергея поделиться Именно Сергея Хотелось попросить Поделиться Информацией О том Вообще Я знаю что У вас этот полигон Он задумывался Не в один месяц Не в один день Вы ставили Определенные цели Задачи Можешь вообще Рассказать Сереж О той Команде Которая была Сформирована Кто был Членами Твоей команды И Соответственно Какие цели Задачи Вы перед собой Ставили Когда только Формировали Дизайн этого Опыта Когда его Планировали Поделись пожалуйста Да Дмитрий Коллеги Еще раз Всем добрый день Конечно Чтобы получить Ожидаемый Скажем так Положительный Результат Всегда необходимо Приложить Достаточно Много Усилий И немаловажным Фактором Всегда является И работа Правильно Слаженной Команды С группой Компания Ирика Мы работаем Уже На протяжении Многих лет Хорошо Знаем Коллектив Это Одно Из Передовых Хозяйств В направлении Выращивания Картофеля Чтобы было Понимание Уровень Урожайности Картофеля На переработку Конкретно Чипсы Составляет Порядка 45 46 Тон С гектара Это Очень хорошие Показатели Но Время Не стоит На месте И рынок Диктует Свои Условия В связи с этим Была поставлена Новая задача Новая цель Выйти на уровень Урожайности В 50 В 50 Где можно Улучшить Модернизировать Модернизировать Ту или иную Часть Либо элементы Защиты Либо Других Скажем так Направлений И когда мы Дошли До Этапа Системы Защиты И листового Питания Когда начали Подробно Смотреть Этот механизм Что поняли Что Есть еще Где Есть еще Зазор Где можно Вырасти И улучшить Эту систему Вместе С коллективом Опять же Мы Доработали Предыдущую Модель Которая Все те годы Давала Стабильно Очень хороший Результат И решили Испытать Новую Выбрали Абсолютно Новое Поле Определились С опытной Делянкой Площадью Порядка 10 гектар Определились С методикой Как мы будем Смотреть За ростом И развитием Культуры Чтобы Вовремя Принимать Телинные Решения Для Реакции Чтобы Опыт Скажем так Шел в нужном Направлении И сразу Договорились О том Как будем Убирать Этот картофель С помощью Комбайнов Только в данной Ситуации В данном Случае Можно понять Объективную Картину В конце Вегетации Дмитрий Спасибо Сергей Тогда Расскажи Пошагово Какие решения Принимались Если не погружаться В детали По ключевым Направлениям Какие инструменты Вы использовали Чтобы получить Максимум На этом Испытательном Полигоне Но прежде Хотел бы сказать Я понял вопрос Вообще Предназначение Системы Защиты Система Защиты Должна Обеспечить Раскрытие Полного Потенциала Растения То есть Сохранить Эту Возможность И только Свободное Растение От Грибных Патогенов От Сорной Растительности И вредителей Может дать Свой максимум В то время Как листовые Подкормки Призваны Нивелировать Все те стрессы Которые растение Будет встречать В процессе Вегетации И только Объединив Эти два вектора В одно направление Мы можем получить Ожидаемый Результат В целом Система Защиты Если ее Разбить На некоторые Составляющие Выглядела Следующим Образом В качестве Защиты Семенного Материала Мы использовали Комбинацию Двух Продуктов Это Радифарм И Юниформ Радифарм Выступил В качестве Стимулятора Для развития Корневой системы Ведь Чем больше Площадь Корневой системы Больше Площадь Питания И Соответственно Растение Может взять Больше питательных Элементов И заложить Потенциально Лучший Качественный Урожай Второй компонент Который был призван Защитить Эту корневую Систему Скажем так Подземную Часть Это Юниформ Я думаю Многие Фермеры Уже Знают Этот Продукт Многие Применяют Помимо Его Широкого Спектра Действия Против Грибных Патогенов И Одним Из Распространенных Который Является Резектаниоз Он очень Опасен На раннем Этапе Развития Юниформ Это Всегда Качественная Плотная Кожура К моменту Уборки А это Немаловажный Фактор Для Хранения Чем меньше Картофель Травмирован При мех Уборке Тем лучше Он сохраняется До поздневесеннего И иногда Даже летнего Периода Плюс К тому же Юниформ Это всегда Выровненные Клубни То есть Однородного Калибра Это тоже Играет Большую роль При реализации Продукции Следующая Составляющая Которая Занимает Немаловажную Роль Занимала Это Борьба С сорной Растительностью Тут хочу Говориться И сказать Что Вернее Напомнить Что Эрика Это Высокотехнологичное Предприятие И все Поля Были Подготовлены То есть Практически Сорной Растительности У нас В течение Вегетации Не было Но так Или иначе Однолетняя Сорная Она всегда Есть Поэтому В качестве Защиты И профилактики После посадки Но до всходов Мы применили Комбинацию Гизогарда Плюс Глифосат Далее Уже По вегетации При высоте Батвы 10 Примерно 15 Сантиметров Мы применили Боксер В комбинации С римсульфуроном Эта баковая Смесь Показывает себя На практике Наилучшим Образом Помимо этого Почему именно Боксер Потому что Он Наименьшим Он оказывает Наименьшее действие На культуру Время Очень дорого И Нам нельзя Его тратить На борьбу Со стрессами В том числе Гербицидными Растение Должно его тратить На формирование Будущего урожая И уже В качестве Диссиканта Это классика Мы применили Реглон Форте Если говорить О фунгицидной Составляющей Как Одной Из ключевых Элементов Защиты Конечно Принцип Построения Защиты Был Следующий Учитывать Нужно Что это Юг Это Обильные Поливы Высокие Температуры Влажность Все эти Факторы Влияют На развитие Грибных Патогенов Поэтому Интервалы Между Обработками Были сделаны Минимальными От 7 До 8 Дней В рамках Технических Возможностей И погодных Условий Они не выходили За 10 Дней Плюс К тому же Весь набор Продуктов Был сформирован По принципу Сильной Дождеустойчивости То есть Препарат Должен Быстро Проникать Связываться Либо связываться С восковым Слоем Растения И не подвержен Воздействиям Извне На ранних Этапах Развития Классически Мы применили Редамил Голд МЦ Но даже уже При высоте ботвы 10-15 Сантиметров Потому что В условиях юга Растение Очень быстро И активно Развивается И нужен Такой продукт Такие компоненты Которые будут Успевать За ростом Развития И защищать Культуру Изнутри Далее Через 8 дней Была повторная Обработка Редамил Голд МЦ И уже В фазу Начала Бутонизации Применили Комбинацию Продуктов Кариол Флекс И Миравис Почему именно В эту фазу И именно Такой набор Продуктов Потому что Если говорить О фитофторозе То Он сопровождает Картофель От начала От всходов И До момента уборки Поэтому Как один из лучших Экспертов Профилактики Это был Кариол Флекс В сложных ситуациях Он даже может Остановить Данное заболевание А если говорить Об Альтернариозе То Зачастую Мы видим Его проявления В середине Вегетации Но Патоген Накапливается Много раньше Поэтому Миравис В этой ситуации Выступил В роли Сильного фундамента Который Позволил В дальнейшем Системе защиты Работать Стабильно По альтернарии А уже В момент Начала Цветения И далее Мы применили Редамил Голд Р Продолжили Работу Против Фитофтороза И альтернариоза Но помимо этого За счет Содержания Меди В этом препарате Мы Локализовали Развитие Бактериальной Инфекции Внутри Поля Если таковая Имелась Далее В системе Присутствовал Ревустоп Также который Поддерживал Наш картофель От Альтернарии И фитофтороза Когда Картофель Вступил В фазу Уже Увидания И рост Клубни И рост Вегетативной Части Абсолютно Прекратился Не было Целесообразности Применять Либо системные Либо Трансламинарные Продукты Нужен был Надежный Контактный Препарат С хорошей Дождеустойчивостью Который бы Обеспечил Крепкую защиту Как от Фитофтороза Так и Альтернариоза В условиях Повышенных Температур В этом плане Выступил Браво Две Обработки Абсолютно Качественно И надежно Защитили Нас От Фитофтороза И Альтернариоза До Конца Вегетации И уже Финальная Обработка Шерланом Была сделана С целью Неперезаражения Клубней Будущего Урожая От Вегетативной Части Вот таким Образом В целом Выглядела Фунгицидная Составляющая Опытного Участка Но Если говорить О Производителе Который Принимает Решение Какую Защиту Фунгицидную Как ее Строить Насколько Эту схему Можно применить Или Какими Алгоритмами Пользоваться При создании Фунгицидной Защиты На своем Поле Насколько По большому счету Это какая-то Идеальная Картинка Которую Сейчас Показываешь Насколько Она применима На каждом Поле Или Как Как Делать Корректировки Вот Можно Ну Чтобы Чтобы Понимать Как Выстроить Систему Защиты Нужно Понимать Как И в Какие Моменты При Каких Условиях У тебя Развивается Патоген На поле Эта Система Абсолютно Адаптирована Под условия Территории Юга Конечно Если Мы Говорим Будем Говорить О Северных Регионах Где Фитофтороз Больше Превалирует Над Альтернариозом Конечно Ее нужно Менять Но Принцип Построения Он Един Мы Должны Понимать На каком Этапе Развития Культуры Она Может Встретиться С тем Или Или Патоген И Какие Условия Будут Способствовать Развитию И Будет Ли У нас Полив И Из Этого И Сходя Из Этих Знаний Мы Должны Строить Систему В любом Случае Набор Этих Продуктов Это Как Конструктор Он Позволяет Скомбинировать Ту Или Систему Защиты Практически Под Любые Условия Спасибо Придорож Также Нельзя Забывать Про Значительный Вклад В Опытную Участку Про Листовые Подкормки Если Мы Говорим В принципе О питании Растения То Конечно Нельзя Забывать Про Основное Оно Должно Быть Всегда Без Него Не Обойдешься Но Повторюсь Что Основная Задача Листовых Подкормок Это Корректирующие Составляющие И В тот Или Иной Момент Времени Развития Растение Может Испытывать Стресс И Основная Задача Которую Мы Поставили Перед Собой Нивелировать Все эти Стрессы И Работать Превентивно То есть Не Постфакт Когда Растение Уже Показывает Своим Видом Что Ему Что-то Не Нравится А До В Программе Участвовали Такие Продукты Как Плантофолы Разных Марок 10 54 10 20 20 20 И Калийный 5 15 45 Каждый Из них Выполнял На разном Этапе Развития Культуры Свою Задачу Фосфорный Нивелировал Дефицит Элемента Питания Такого Как Фосфор На начальном Этапе В момент Потенциального Переохлаждения Почвы То есть Если были бы Возвратные Холода И температура Опустилась Ниже 10 То фосфор Нормально Не усваивается Корневой Системой В этом Плане Это была Хорошая Подстраховка А если Говорить О Ровном 20 20 20 Это Общее Поддержание И стимулирование Растения В середине Вегетации А вот Калийный Выполнил Одну Из Основных Задач Он Запустил Механизм Оттока Питательных Веществ На этапе Созревания От Вегетативной Части К клубням Это Тоже Нужно Учитывать Также Если Вы посмотрите На слайд От начала Развития И в принципе До конца Отсветения И чуть-чуть Даже Дальше Мы применяли Изобион В разных Дозировках Стартовые Дозы Были До Литра На Гектар Дальше Мы работали По 0,5 Литра Основная Задача Нивелировать Те Стрессовые Условия Которые Могут Отнять Драгоценное Время У Картофеля Для Его Формирования Для Формирования Его Будущего Урожая Вот так А если Говорить О кальций Как О роли Элемента Питания Для Картофеля То он Также Очень Важен И он Участвует Не только В процессе Формирования Клубня Корневой Системы Как такового В целом Скелета Растения Он участвует Еще в процессе Дыхания Юг Это всегда Высокие Температуры Это всегда Интенсивное Дыхание На фоне Высоких Температур Обильного Полива Поэтому В момент Интенсивного Роста И закладки Клубней Растение Будет К сожалению Жертвовать Будущим Урожаем И тратить Кальций На дыхательные Процессы Дыхание Для него Более важнее В итоге Будет страдать Наш урожай И опять же Будет страдать Концентрация Сухого Вещества Поэтому Кальцием Мы применили С начала Образования Сталонов Вплоть до Конца Цветения А о том Насколько Эта система Листового Питания С системой Защиты Дала свой Результат Но мы Об этом Уже Поговорим Чуть Чуть Позже Конечно Нельзя Забывать И про Вредных Насекомых Это Юг Все Скажем Так Практически Весь Набор Присутствовал За вегетационный Период Это Тли Цикадки Лед Лугового Мотылька То есть Других Чешуй Крылых И Конечно Две Волны Колоразского Жука В этом Сезоне Колоразский Жук Начал Быть Активным Уже С фазы Развития Картофеля 10-15 Сантиметров Когда Были Еще Скажем Так Неблагоприятные Условия Для него Поэтому В линейке Были Все Продукты Включая Карате Эйфорию Волиан Флекс Матч Плюс Сторонние Инсектициды Также Мы Применялись Чтобы Не нарушить Конечно Условия Регистрации И Сроков Ожидания Спасибо Ух ты Это Сергей Это точно Программа Защиты Питания Картофеля Да Коллеги Я бы Привыкли Видеть На Сада Где-нибудь Она Очень Похожа На Садовую Защиту Да Система Защиты Питания Что хотел бы Сказать Ну Несмотря на то Что Затраты Были Довольно Серьезные 112 Тысяч Рублей На Гектар Система Показала В себя В целом Очень Хорошо Что Можно еще Дополнить Из Плюсов Обратите Внимание Что Фазу Активного Роста Цветения И дальше Всегда Практически Всегда Был набор Из четырех А иногда Даже был набор Из пяти Препаратов Согласно Общим Скажем так Общепринятым Требованием Советом Желательно Не смешивать Больше двух Трех Препаратов Но Время Очень дорого И мы не могли Позволить себе Делать Разные Обработки Поэтому В баковую Смесь Входил иногда Редамил Голд Эр Тот же Медисодержащий С кальцием Который вообще Ни с чем смешивать Не рекомендуется И Плантофол И Изобион Несмотря на это Никаких Выпадений В осадках Не было Никаких Либо Хлопьев Препараты Нормально Все Отработали И показали Свою Эффективность Поэтому В плане Совместимости Данных Продуктов Можно Не сомневаться Отлично Сергей А как Вы Вообще Мониторили Развитие Растений По Вегетации Да Потому Как Вегетация Развивалась То есть Я так понимаю У вас Не было Возможности На какую-то Ошибку И вам Надо было Отслеживать Каждый Шаг Понимая Что Вы Движетесь В правильном Направлении Конечно Дмитрий Изначально С агрономическим Составом Ирика Мы Понимали Что Составив Схему Защиты Листового Защиты И листового Питания Это Скажем так Ну Наверное 90 Ну Максимум От 80 До 90 Процентов Реалий Погода Может Всегда Вносить Свои Коррективы Поэтому Очень важно Смотреть Не только За опытным Участком А в целом За культурой Нужно смотреть В течение Вегетации И принимать Вовремя Правильное Решение Для коррекции Внесения Того или иного Препарата Либо удобрения Либо того же Полива Чтобы культуру Выровнять И Она росла Должным образом А в этом плане Нам помогли Наши цифровые Технологии Если кто-то Уже работает Это конечно Здорово Но я думаю Многие еще Не знают Есть система Крупвайс Которая позволяет С помощью Спутников Видеть Развитие Культуры В течение Сезона Буквально По дням Я выбрал Несколько Фрагментов Из жизни Этого Опытного Участка В целом Обратите Внимание Как это Работает Вот Есть Темный Синий Фон Есть Светло-зеленые Пятна Есть даже Красные Как это Правильно Читать И как это Правильно Понимать И принимать Дальнейшие Шаги Чем Более Насыщенный Синий Фон Тем Лучше Чувствует Себя Вегетативная Часть То есть Чем Лучше Чувствует Себя Культура В целом Если Есть Какие-то Отклонения И культура Испытывает Стресс Либо Есть Недополив Либо Есть Дефицит Каких-то Элементов Питания Культура Всегда Это Покажет То есть Она Как бы Показывает Своим Листовым Аппаратом Что Со мной Не все Хорошо А в этом Плане Уже Цифровые Системы Помогают Нам В плане Мониторинга И отображения Этих Изменения Этих Цветов Вот Если Говорить О фазе Развития Когда Высота Батвы 10-15 Сантиметров Здесь Все Было Хорошо С культурой Она Развивалась Должным Образом Но Все-таки Есть Зеленые Пятна Как Это Правильно Читать По Мгновению Волшебной Палочки Картофель Не всходит И как По линейке Он всходит К сожалению Всегда Не так Равномерно Как мы Хотим Поэтому Эта Картина Показывает Нам Что Здесь Часть Картофеля Уже Взошло И он Высотой Примерно 10-15 Даже Может быть Больше А часть Картофеля Еще маленькая Может быть Только Взошла Дальше В фазу Активного Роста Картофель Начинают Друг друга Догонять Цветения Конец Цветения Абсолютно Синий Ровный Фон Это Говорит О том Что Культура Вегетирует Отлично И никаких Сбоев В процессе Вегетации У нее Нет Но Уже Сначала Если Говорить О нашем Опытном Участке Сначала Фазы Увидания Роста Клубней Примерно Это уже 14 Августа Мы Начали Замечать Некоторые Изменения Верхняя Часть Поля Начала Светлеть Нижняя Только По краю В то Время Как 10 Гектар Опытного Участка Который Располагался В середине Он Начал Проявлять Себя Более Темным Синим Окрасом И далее По датам 23 Августа 30 7 Сентября 7 Сентября Мы уже Четко Видим Что Верхняя Часть В поле Что-то С ней Не так Что-то Там Происходит Возможно Была Почвенная Разница И Ввиду Этого Что-то Может быть Даже С водой Так Или Иначе 15 Сентября Ситуация Там Ухудшилась В то Время Как Опытный Участок Оставался Быть Стабильно Насыщенно Синим И Финальная Фотография Когда Мы сделали Ее За Один День До Дисекации 19 Сентября Четко Видно Что Опытный Участок Прослеживается Его Темный Темный Синий Фон Верхняя Часть Конечно Сложность Ситуации А вот Нижняя Часть Поля Также Чувствует Себя Хорошо Ну Конечно Есть Уже Небольшие Отклонения Но Нужно Понимать Что Это Конец Вегетации Вегетативная Часть Садится Вот Так Я Так Понимаю Здесь Уже Результаты Урожайности На этом же Поле На Участке На Разных Участках Да Сергей Да Мы Решили Предоставить Информацию Сначала Вот В таком Формате Не В Табличном Чтобы Было Понимание Что Мы Сравнивали Опытный Участок С Разработанной Схемой С Традиционной Схемой Которая Давала Также Стабильные Результаты И она Опять Подтвердила Скажем Так Свою Действенность Но Так Или Иначе На Новой Схеме Урожайность Картофеля Составила 53,1 Тонна С гектара А Традиционная Схема Показала Тоже Хороший Результат 47,4 Тонна С гектара Ну И Когда Вы Подводили Итоги Насколько Вы Командой Согласовали И поняли Что те Результаты Которые достигнуты Они Соответствуют Вашим Первоначальным Ожиданиям Как Вы Это Определяли Ну Уже Повторюсь Когда Мы Видели Уже Поле За Один День До Диссекации Мы Уже Понимали Что Картофель На Опытном Участке Чувствует Себя Лучше Хотя Глазом Визуально Это Было Не Определить И Весь Мониторинг В течение Сезона Мы Осуществляли Вместе С Командой Ирика То есть Это Агрономический Состав Каждый раз Присутствовал При оценке И При оценке Картофеля И понимании Каких-либо Действий В дальнейшем То есть Это всегда Была Согласованная Работа И уже По итогам Уборки Повторюсь Эта уборка Была С помощью Комбайна Это была Неручная Уборка Она Длилась Довольно-таки Длительное Время Мы Увидели Следующие Результаты То есть Цифры Они всегда Говорят Сами За себя Урожайность На опытном участке Составила 53,1 тонн Из гектара А вот На хозяйственном Варианте 47,4 То есть Разница В 5,7 Тонн Из гектара Те Кто занимается Выращиванием Чипсового Картофеля Меня поймут Что Чипсовый Картофель Очень тяжело Подвержен Каким-либо Воздействием То есть Этот сорт Вообще В принципе Вид Да Вид картофеля Он трудно Восприимчив И поэтому Получить Такой результат Это было уже Хорошее достижение Если говорить О затратной части Да Она была Не маленькой Но так Или иначе На варианте Опытного На варианте Опытном Он составил Почти Затраты составили Почти 112 Тысяч рублей На гектар Внушительная сумма Традиционный вариант Тоже немало Почти 72 С половиной Тысячи рублей То есть Чтобы получить Дополнительные 5,7 Тонн С гектара Мы вложили Дополнительно Почти 40 тысяч Рублей В итоге Мы сделали Расчеты При цене Реализации В средней Скажем так По России У кого-то Может быть Она больше У кого-то Может быть Она меньше Но так или иначе Она Варьирует В пределах 17 рублей В итоге Мы получили В итоге Вложив Дополнительные 40 тысяч Рублей Мы получили Плюсом С одного Гектара К одному Гектару Почти 97 тысяч Рублей И уже Сопоставив Разницу Чистыми С одного Гектара Выход Получился 57 И 7 Тысяч Рублей С одного Гектара У каждого Хозяйства Которое Занимается Выращиванием Картофеля На переработку Площадь Варьирует От 400 До 1000 Гектар Я думаю Что Каждый В ладах С математикой Может посчитать Свою Потенциальную Выгоду Абсолютно Сергей Очень спасибо За такой Интересный Доклад И при том Информацию Потому что Очень важно Мы можем Говорить Сколько угодно О применяемых Технологиях О том Насколько Тот или иной Препарат Эффективен Но Конечно Все наши Партнеры Они мыслят С точки зрения Получения Допытной Прибыли Именно Этот слайд Он показывает Что Вкладывая В целостную Технологию Вкладывая Больше Можно получать Еще больше И наша цель Конечно Тут можно Разные варианты Один вариант Экономить Как можно Больше Второй вариант Это Действительно Вкладывая Зарабатывать Больше И ты С полигоном Вместе С командой Ирика Просто Продемонстрировал Это Спасибо Спасибо огромное За эту информацию Ну что Тут у нас Еще остался Один Большой Сюрприз Для всех Гостей Нашего Вебинара Для Понятно Что Все мы знаем Что Один из Ключевых Один из Ключевых Параметров Картофеля На переработку Это содержание Сухого Вещества И Команда HGPC Sadocos Подготовила Специальный Калькулятор Для вас Анна Расскажи Немножко О нем Что за Калькулятор Как работает На какие кнопки Сжать Чтобы он Работал Значит Поступало Очень много Вопросов Касательно Сухого Вещества Я многократно Видела Эти вопросы В чате Картофеля TD Нам постоянно Пишут В чаты HGPC Sadocos По поводу Того Как Сосчитать Сухое Вещество И мы В общем-то Решили Сделать Подарок Картофелеводам Российской Федерации Создав Калькулятор Сухого Вещества То есть Наведя Видеокамеру На QR-код Вы перейдете На таблицу Для того Чтобы Сосчитать Сухое Вещество Вам В принципе Из подручных Средств Нужны Вечеты И бочки С водой Вы взвешиваете 5 килограмм Картофеля На воздухе Затем Вы погружаете Эти 5 килограмм В бочку С водой И ту цифру Которую Вы видите На своих Весах Вы вводите В калькулятор Сухого Вещества Таким Обратом Вы видите Ту цифру Сухого Вещества Которое Содержится Именно В вашем Картофеле Все Для вас И с наступающим Новым годом Это подарок От Садок Ну что Коллеги Я надеюсь Все успели Я еще Оставим На несколько Секунд Этот калькулятор Пожалуйста Воспользуйтесь Этой ссылкой Потому что Это действительно Замечательная Помощь Вам В вашем Производстве А сейчас У нас Огромное Количество Вопросов Нужно Большая Команда Их Обрабатывает Ну давайте Начнем По порядку Один из Первых Вопросов Поступил От Элдияра Абдекеримова И он Касается Того 4 килограмма Сырой продукции Дает Один килограмм Картофеля Фри Или Два килограмма То есть Я так понимаю Сергей Вопрос В первую очередь Тебе Такой Если можно Поделись секретом А сколько Шестого Картофеля Который вы Получаете На Завод В итоге Превращается В картофель Фри Какой выход Ну Все зависит От качества Картофеля Естественно Чем больше В нем Дефектов И проблем Которые мы Обрезаем Тем выход Меньше Ну для простоты Грубо говоря Из килограмма Сырого картофеля Полкилограмма Фри Получается Потому что Он выжаривается Много обрезается Если Картофель Плохого качества Много дефектов И так далее То он падает Выход до 40% И наоборот Если он Супер картофель То может быть До 55% Сергей Еще уточняю Завод В Липецке Правильно Чтобы посчитать 500 километров Для идеального Заход в Липецкой Особоэкономической зоне Это 20 километров От города Липецк Спасибо Еще вопрос Такой вопрос От Сергея Хабузова В первую очередь Сергею Отличается ли чем-то Технология Или есть особенности Выращивания И хранения Картофеля фри От картофеля на чипсы Не только Сергея Вообще Коллеги Можете прокомментировать Со своей точки зрения Особенности Есть во всем Конечно же И в препаратах Которые применяются При выращивании Картофеля на Фри По хранению Мы так же Как и на чипсы Храним При температуре Не ниже 7 градусов Для того Чтобы он не прорастал Делаем ежемесячную Газацию Нашего картофеля Ну в принципе Основные моменты Такие Просто разные сорта По другому вырастают Чипсы Это 20 клубней на кусту Маленькие Не больше 90 миллиметров Да А фри Это Буханки Как я их и называю Иногда до полтора килограмма Клубень Которые Чем больше Тем нам лучше Анна Вопрос Наверное к тебе В первую очередь От Артема Степанова Вы ничего не рассказали Про сорта на переработку Картофеля на крахмал Вообще Есть ли такие сорта Да Действительно Мы чипсы Френч фрайс Обсудили Что с сортами На крахмал Если говорить про сорта На переработку Для крахмала То в России К сожалению Крахмальная индустрия Работает на отходах Учитывая это У селекционера Нет необходимости Вводить в реестр Сорта Специализированные Крахмальные Потому что Большинство Этих сортов Имеют достаточно Серьезное Созревание То есть Это 100 дней Более Потому что Именно такие Сорта Дают Высокое Сухое Вещество Поэтому На сегодняшний день На переработку На крахмал Идут сорта С содержанием Сухого вещества Ну в общем В целом Наверное От 20 От 22 Процентов Поэтому Наш рынок Еще не дорос До того уровня Когда Мы готовы Работать Со специализированными Крахмальными Сортами Спасибо Анна Такой Интересный Вопрос Сергею Марченко Адресован Имеется У вас При приемке Сырья Понижающие Коэффициенты При недопоставке Объема По договору Или наоборот При избыточном Предложении От товаропроизводителя Ну Как таково У нас есть Скидка За качество Картофеля То есть Если в нем Много дефектов То мы можем Принять Переработать Но со скидкой За качество То есть Это у нас Все четко В договорах Прописано У нас Уникальная Лаборатория Приемки Картофеля В которой Минимизировано Влияние Оператора На оценку Качества Картофеля Поэтому В принципе На старте Все наши Поставщики Дежурили Присутствовали На приемке Картофеля Сейчас этого Нет То есть Все нам Доверяют Поэтому Естественно За невыполнение Контракта Но мы следим Причину невыполнения Если это Объективно Погодные условия Как в прошлом году Когда были Обильные осадки Даже ЧС Был объявлен Ряде регионов Потом Зармараски Мы никаких Претензий К нашим поставщикам Не предъявляем И даже Помогали им В сложной ситуации Если это Конечно Слив на сторону То мы Как бы Можем Проявить себя По другому Но пока Мы Гордимся Нашими поставщиками Они в основном У нас очень Лояльны И выполняют Свои обязательства Перед нами Спасибо Сергей Интересный вопрос От Максима Анатольевича Дмитриева Радифарм На опыте Применялся В баковой смеси С юниформа И вносился В почву При посадке Норма какая И Дополнение Да И какая Норма Радифарма Необходима В случае Применения При Протравке Семян На столе Через Мафикс Если Есть Такие Данные Конечно Если Смотрите Что касается Радифарма Если Мы говорим О его концентрации То это Наилучший Результат Он Он показывает При Однопроцентном Растворе На опытном Участке Мы Применяли 1 1.1 Литр На гектар Если Говорить О применении На столе То К сожалению Пока Мы еще Таких Опытов Не оставили Это Стоит Об этом Задуматься Да Но в принципе Радифарм Это стимулятор Который Предназначен Для внесения В борозду И еще Одно Хорошее Дополнение Расход Рабочей Жидкости Лучше Себе Показывает Вариант 200 То есть Не 120 Не 130 Мы доводили До расхода Рабочей Жидкости При защите Семенного Семенного Материала До 200 Литров На Гектар Спасибо Огромно Сергей Ну что Тут еще Есть интересный Такой вопрос Андрей Борисович Калинин Такой вопрос В стиле Как это Ну не будем Говорить В каком стиле Очень интересно Возможно ли Коррекция Объема Производства С появлением На рынке Фри Завода От Компании Мираторг Не знаю Что это значит Вот такой вопрос У нас в студии Сергей Ну Надо адресовать Компании Мираторг Какие у них Планы Самое главное Вопрос к вам Вы будете Корректировать Или есть Какие-то Для этого Причины Вообще Да нет У нас У нас нет Причин Что-то Корректировать Наш завод После 5 лет Успешной работы Получил Уникальный опыт То есть Мы гордимся Качеством Нашей продукции А когда Продукция Высококачественная То она Востребована При любой Конкуренции И так далее Как это мы видим На опыте Европейских И других стран Где там Очень много Заводов И всем рынка Хватает В свете того Что я сказал Что продукт Это фактически Комодити У него до 24 месяцев Срок годности Хранится он При минус 18 То есть Он легко Экспортируется В любую точку мира А в мире Глобально Сейчас на Большая Нехватка Картофеля Фри Поэтому Мы всегда Найдем Куда реализовывать Наш продукт Отлично Спасибо За этот Ответ И Тот же Автор Андрей Борисович Калинин Сергей Кумов Как Вы Относитесь К опрыскиванию Дронами Есть ли опыт Может быть Какие-то препараты Для этого Подходят Не подходят Если коротко Поделись Пожалуйста На данном этапе Мы планируем Испытание Обработки Дронами Я скажу Что Не всегда Все новое Это Нужно Воспринимать Отрицательно Все таки Наверное За этим Будущее Потому что Ввиду Обильных Осадков На ранних Этапах Развития Мы не всегда Можем Зайти В поле И были Случаи В этом году И в Южном Регионе В Ростовской Области Ну где К сожалению Ввиду того Что мы Не обработали Участки Картофель Чувствовал Дали себя Очень-очень Нехорошо Поэтому Я поддерживаю Эту тенденцию Только нужно Подобрать Правильный Инструмент Потому что Ветер Ветреная Нагрузка Вернее Извините Ветровая Нагрузка Она всегда Вносит Свои коррективы И не всегда Дрон Может выполнить Все те Операции Которые Мы на него Возлагаем При Погодных Условиях Вот так Спасибо Сергей Коллеги Обратите Внимание Есть вопросы По QR-коду На калькулятор Расчета Сухого Вещества Сейчас Там надо Подождать Пока работает Сейчас ссылку Продублировали В чат То есть Вы по этой ссылке Пройдите Подождите Полсекунды И все Должно Появиться Хорошо Коллеги Если у кого-то Есть такие Вопросы Еще вопрос По гербицидам Возник из Ростовской области Я так понимаю Евгений Владимирович Устинов Почему ушли Смеси Боксер Гезагар До всходов Картофеля Если ушли Нет Нет Мы не ушли В некоторых хозяйствах Мы это Далее применяем По схеме Которая Сейчас Была показана Почему Было принято Именно такое решение Потому что Нагрузка По сорной Растительности Не была Настолько серьезная Я повторюсь Что Хозяйство Высокотехнологичное И поля Все подготовлены И с сорной Растительностью Мы боролись Вернее Как партнеры Как команда Боролись еще В предшествующих Культурах Поэтому Не имели Скажем так Не имели Необходимости Применять Такую серьезную Но на практике Да Эта баковая Смесь Очень хорошо Работает Особенно Если Загруженность По сорной Растительности Тяжелая Сергей Спасибо Еще интересный Вопрос Поступил Из ваших Расчетов Следует Что товарность У вас Составила 100% Это как Возможно Ли Это Коллеги Ну Товарность Да Да Дмитрий Объясни Пожалуйста Да Действительно Что за цифры Были на экране Если мы Горели Если ты Горел Об урожайности То есть Это у нас Валовая урожайность Или Как вообще Производились Расчеты А я поясню Критерий По выбору Фракции 40 плюс Все что ниже 40 плюс В расчет Не бралось То есть Это урожайность Товарной фракции 40 миллиметров И выше Вот так То есть Это уже Упоминал ты Уборку комбайнов И значит Еще была сделана Сортировка И только После этого Эти данные Поступили Основой Расчетов Которые Ты показывал Таблицы Так да Абсолютно верно То есть Была калибровка По фракциям То есть Нижний горизонт Это 40 плюс Плюс К тому же Мы полностью Освободились От грязи То есть Через сортировочный Центр Абсолютно верно Еще Интересный Вопрос Ну не знаю Давай ответим Сергей В чем преимущество СЗР И удобрения Сингенты Перед другими Производителями Цена Качество Так далее То есть Какие преимущества Есть Самое главное Преимущество Это стабильный Стабильный результат При Любом Развитии Ситуации Работая В сфере Светского Хозяйства Ну по крайней мере Я за свою практику Ни разу не встречал Ни одного Похожего года Всегда Погодные условия Разные Если ты планируешь И думаешь Что у тебя будет Год вот такой То обязательно Может весна Внести свои коррективы Либо лето Например В этом году В Волгоградской области Было Аномально дождливое лето А потом уже В конце Август Начало сентября Была аномальная жара Поэтому Как поведет себя Тот или иной препарат Другого производителя Всегда нужно это знать В плане Сингента Это стабильное качество Которое Не подведет тебя Ни при каких условиях А у тебя есть Если мы говорим О картофельной переработке Да У тебя есть контракт У тебя есть Договорные обязательства И ты должен Несмотря ни на что Их выполнить И никому Ты потом Не расскажешь Что в конце сезона У тебя Что-то не сработало Поэтому в этом плане Это В этом плане Фермер уходит От всех рисков Связанных С болезнями Спасибо На ответ Сергей Я скажу Что ваша команда Вместе с Ирика Продолжает работать Потому что У нас сейчас В чате Находится Владимир Анатольевич Гулаков И очень оперативно Отвечает на все вопросы По производству Картофеля Именно этого опыта Который проводился На их полях Владимир Анатольевич Спасибо огромное Потому что Ну это дорогого стоит Когда мы настолько Близко работаем С производителями Настолько действительно Чувствуем себя Одной большой командой Спасибо огромное Сергей Сергеевич Еще давай Такой финальный вопрос Наверное уже будем Финализировать Один из финальных вопросов Компания Вифрай Когда дает Рекомендации Производителям Она как-то Рекомендует Определенные препараты Или компании С которыми Необходимо сотрудничать То есть Как вы выстраиваете Отношения С производителями Как вы У нас Нет Жестких рекомендаций Нашим поставщикам Они сами Вольны выбирать Препараты Мы просто Наши агрономы А у нас Баланс сил такой Что за Одним агрономом Нашим Не больше Пятихозяй Чтобы он Еженедельно Присутствовал На всем цикле Выращивания Картофеля Просто он Следит Чтобы хозяйство Правильно Применало Регламент Ну грубо говоря Там еженедельно Фунгициды Гербициды И так далее Есть конечно Нюансы Там например Инноватор Не приемлет Зинкор То есть мы Мы об этом Рассказываем Делимся Лучшими Схемами Защит Наших Лучших Фермеров С лучшими Урожаями Между С хозяйствами Но естественно Ни в коем случае Не заставляем Их работать Только Сингентой Или с другими Поставщиками Пестицидов Они В ответе Сами за Свой Урожай И свое Качество Наша задача Убедиться Что они все Правильно делают И не вредят Нашему картофелю Как сказал Нам Ректор Кубанского Аграрного Вручая диплом Задача агронома Как можно Меньше мешать Растению Расти У нас еще Очень хороший Вопрос От Сергея Хабузова Сергею Кумову Каким образом Осуществлялся Мониторинг Водного Баланса На поле Использовались Специфические Метеостанции Или привлекались Поставщики Метеоданных Кроме Кропвайс Как осуществлялся Контроль Спасибо Дмитрий Да В хозяйстве Уже стоят Датчики Влажности И с помощью У них Уже Коллектив Понимает В какой Тот или иной Момент Нужно Произвести Полив Конечно В этом плане Повторюсь Еще раз Хозяйство С высоким Уровнем Технологии И что Что касается Полива Там было Все Очень Четко Ну что Коллеги Спасибо Огромное Конечно Еще целый Есть ряд Вопросов Ну наверное Это Такой процесс Который Не может Никогда Остановиться Но Наверное Самое главное Что хотелось бы Сказать Во-первых Спасибо Большое Спикерам Которые Поделились И своими Лайфхаками Какими-то Новостями Которые Ценные Для нас Спасибо Всем зрителям Потому что Вы Своей активностью Своим Включением Показали Насколько Действительно Для вас Важна Тема Тема Переработки Картофеля И Насколько Насколько У нас Есть Хорошие Перспективы Развития В этой Отрасли В этом Направлении С таким Количеством С таким Количеством Качественных Агрономов По-моему У Российской Федерации Будет Все в порядке С Продовольственной Безопасностью По всем Сферам И не только В переработке Спасибо Огромное Если так Подвести Кратко Итоги Мы Еще Конечно С командой Уточним Еще Все Выверим Но Уже Сейчас Понятно Что В этом Соревновании Таком Неформальном Есть Уже Несколько Явных Лидеров Это Конечно Сергей Хабузов Первый Да Во-вторых Спасибо Огромное Всем Спасибо Огромное Евгению Устинову За его Вопрос И он Тоже Попадает В список Наших Победителей Также Первый Вопрос От Лдиара Абдукеримова Который Уже Сформировал Несколько Вопросов И Андрей Борисович Калинин Это Тот Список Победителей Которые Гарантированно Мы с вами Свяжемся Вы Получите Карты Озон Но мы Еще Проверим Вдруг Что Кто-то Был упущен Мы Уточним И Тогда Уже Подведем Финальные Итоги И Свяжемся Вы Получите Соответственно Тоже От нас Небольшие Подарки В памяти О вашем Активном Участии В мероприятии Спасибо Огромное Коллеги Всем Хорошего Дня И Всем Не только Хороших Урожаев В новом Сезоне А Твердых Контрактов Хорошей Цены И Уверенности В будущем Всего Хорошего До свидания Всего хорошего Всего хорошего Продолжение следует